Здравствуйте, дорогие друзья! Это мы, Ларри и Мари, и мы показываем сегодня вам наши распаковочки и наши покупочки. Привет-привет всем! Посмотрите, какая у нас сегодня красота, как много разных предметов. В основном, как вы видите, здесь у нас сегодня фарфор и тарелочки различные, есть даже чайнички, шкатулочки фарфора и даже статуэтка. Да, и сюрпризики. И всякие сюрпризики. Мы любим сюрпризики, правда, Лариса? Конечно. Ну, начнем вот с этой тарелочки. Посмотрите, вы, наверное, уже знакомы. Это портрет Луизы, знаменитой. Ее очень много изображали, особенно в Австрии, Германии. И маркер здесь стоит. Это Виктория, Казбат, Австрия. Вот такая вот тарелочка. Это, конечно же, винтаж. Она не слишком старая, но винтажная. Очень симпатичная. Сейчас мы ее вам немножко покажем. Посмотрите, какая она прекрасная прическа. У Луизы. Всегда она знаменитой тем, что у нее огромное количество, ну, такой шикарных волос в прическе было. И какое красивое, интересное платье. А также фарфор здесь, как вы видите, очень интересно сделана пластика. Такими-такими-то, ну, такие здесь ракалии в виде, я даже не знаю, каких-то... Москов. Москов или зигзагов. Вот такая вот наша первая тарелочка. Отлично. И мы продолжаем с вами немножко в той же самой тематике. Следующая тарелка у нас это... Вот эта тарелочка. И здесь у нас опять изображена та же самая Луиза. Но здесь уже она с Наполеоном. Посмотрите. Это называется портретная тарелка. Здесь очень много предметов, портретов. Вот Наполеон, конечно же, вы видите здесь. А все остальные это портреты Луизы, сделанные в различных одеждах, с различными прическами. Это очень красивая коллекционная тарелка. Сделано здесь небольшое, конечно, здесь есть и золото, и ракалии. И, конечно, это не прописка, это деколь. Но все равно очень такая исторически интересная тарелочка. И в данном случае это Германия. Сети Германия. Вот здесь стоит маркер на эту тарелку. И мы переходим дальше. Давайте теперь посмотрим вот на эти наши тарелочки. Вот такие вот прекрасные тарелочки. И мы сейчас немножко вам расскажем про них. Сейчас немножко сначала покажем вам. Начинаю с таких небольших тарелок. Скорее всего, вот такие, а десертная тарелочка. Вполне может быть, вот еще одна. Здесь, как вы видите, утки-мандаринки. Да, Лариса, что ты про них знаешь? Я знаю, что это символ семейного счастья. По фэн-шуй, да? Да, по фэн-шуй, да. То есть... И нужно иметь такие статуэтки у себя в спальне, например. О, класс! И они охраняют любовь и семью. О, как красиво! И они у нас даже есть такая из десертной, а здесь вот больше такая салатная тарелочка. Это тоже же они, да? Да, утки-мандариночки. Утки-мандариночки. Вот такие красивые удочки. И там цветочки даже. Еще и символ верности. Символ верности, красота. Ну, а вот я тебе сейчас еще спрошу. Смотри, у нас вот такая тарелочка. Здесь у нас павлины. Они что-то тоже означают? Да, богатство. Богатство. О, это важное тоже. Семья и богатство. Это вот такие очень важные критерии. Любовь, семья, богатство. Любовь, семья, богатство, да. Ну, вот посмотрите, мы немножко рассказали по символику, конечно же, на которых, того, что здесь изображено. Посмотрите, какая техника, да. Здесь очень интересная техника на этих тарелках. Я надеюсь, что это видно. То есть они как будто немножко гравированные там, да. И если мы перевернем, то здесь написано о том, как создавались эти тарелки. Это тарелки японские. Техника, которая используется на этой тарелке, это чокин, называется эта техника. И это техника нанесения золота и серебра на различные предметы. Эта техника использовалась, ну и была вначале изготовлена и потреблялась для украшений, для каких-то предметов, оружия для самураев, самурайских солдат. То есть вот такое вот интересное, мы первый раз с таким сталкиваемся, да, Ларис, вот такой техникой чоки. Как ты думаешь, их можно использовать, чтобы есть из них? Я думаю, что, скорее всего, это декор, но на них можно положить, допустим, то же самое печенье, то, что их не повредит. То есть, да, можно похвастаться и рассказать. На стенку повесить. То есть, вот такие вот тарелочки с символами различными, они, в принципе, можно положить сюда хлеб, в принципе, или какой-то... Еще это 18 квадрат золота. Да, и вот здесь мы видим, вот на маленьких, по-моему, тарелочках, здесь написано, вот тут осталось оригинальное этикетка 18-каратное золото, здесь, которое используется. То есть, да, такое блестящее и красивое. И, да, очень красивое. Посмотрите, дорогие друзья, вот какая она здесь замечательная шкатулка. Она довольно-таки большая, для, может быть, для каких-то колечек или еще для чего-то. И на ней, посмотрите, какие красивые птички, сверху золото, цветы, даже какие-то как будто васильки, ромашки. Ну, я даже не знаю, какие-то птички, как ты думаешь? Райские. Да, очень похожи на какие-то сказочные райские птички. И это ручная роспись, дорогие друзья. То есть, это не декор, это роспись. Я знаю, что за фирма. Да. Похожа на лимошек. Да, ну, сейчас мы посмотрим. Да, проверим по Ларису. Посмотрите, вот тоже эти птички вот здесь, во всех частях. И давай перевернем, посмотрим, что там. О, ты права. Это действительно лимошка, стелл, сделанная во Франции. И даже, как видно, оригинальная здесь была цена. Высшего сорта. Высшего сорта, да, отлично. Посмотрите, какая красота. Нам очень она понравилась. Опять большая шкатулка для хранения любых драгоценностей. И, ну, что-то еще, что вам нравится. Вот так я открою. Просто немножко, может быть, ее покажем вот так. И золото, конечно, тут переливается. Вот такая фарфорная, красивая вещь. Но она, скорее всего, винтажная. Она не старая, она винтажная. Как вы думаете, что это такое? Нам пришлось, как бы, немножко посмотреть, потому что мы сначала подумаем, ну, если это чашка, то почему здесь нет ручки? И такая очень красивая, конечно, здесь ложечка. И, ну, понятно, что это для какого-то соуса, да, что-то какая-то либо соусница, но она небольшая. И потом мы узнали, что это для майонеза, это специально, ну, для любого, так скажем, майонеза, может быть, кетчупа. То есть, ну, конечно, можно и для соуса. И сметану можно положить. И сметану можно положить. То есть для небольшого такого какого-то подливки, которая подается на стол. И очень оригинально, потому что здесь она с оригинальной ложечкой, которая была вместе с ней. Если мы перевернем, посмотрим, вот здесь эта фирма. Это называется Summer Time, то есть в летнее время, как видите, тут много цветочков красивых. By Royal Winton, сделана в Англии. Ага, и вот эти мелкие цветочки, вот эта роспись, она называется Shins. И очень популярная, очень многие собирают вот именно вот такую роспись. Собирают либо чашки, либо соусницы, либо чайники. Вот именно с росписью Shins. Вот здесь у нас такая красота. И мы сейчас с вами переходим к очень похожему. Сейчас мы хотим показать вот этот замечательный, посмотрите, какой чайник. Кстати, к этой вот он подходит, да, к этой соуснице. Он большой, довольно-таки большой чайник. Здесь красивые розы во желтом фоне, золото на крышечке, золото на ручке. Видно здесь прекрасный чайник, опять-таки, большого размера. Зачастую мы не видим, ну, таких больших чайников. Бывают более такие средние или маленькие чайники. Но это действительно большой чайник. Тут, наверное, намного, можно заварить много чашечек. И если вы его посмотрите, мы его перевернем, покажем вам фирму. Это Sadler, James Sadler, Англия. И опять-таки очередной коллекционированный чайник. Многие собирают, вот именно чайник фирмы Sadler. И этот нам очень понравился просто по необыкновенно красивому дизайну, цветам на этом чайнике. А вот сейчас у нас для вас сюрприз. Сюрприз. Посмотрите. Ну, наверное, сразу многие догадались, что вот этот чайник. Посмотрите на роспись. Это роспись ручная, конечно, ручная работа. Такая необыкновенная форма чайничка, квадратная, розочка, розовые и зеленые листочки. Много-много золота. И наверху... Сердечко. Да, сердечко. Это мы вам посылаем сердечко. Это вам сердечко посылаем. Ловите. Наверное, многие уже догадались, или, может быть, какого-то есть дома. Это Моносовский фарфоровый завод фирма. Это чайник Alphazé. Мы, как всегда, удивились, найдя его здесь, потому что все-таки не много предметов здесь мы встречаем. Но вот кто-то собирал, возможно, покупал такие предметы. Вот именно Alphazé, коллекционировал. Мы находим, бывает, что здесь они есть в коллекции многих американцев. И нам очень нравится чайник. Он миниатюрный. Здесь, наверное, только на, может быть, на одну-две чашечки такая. Ну, вместимость, да. Да, вместимость. Вот. Но очень приятный, красивый. Сейчас мы вам покажем. Конечно же, фирменный знак. Вот Ломоносовский фарфоровый завод. Alphazé. Все на Россию. То есть на экспорт, скорее всего, потому что написано Made in Russia. Но все равно купили-то в России, наверное, как-то. Даже не знаю. Возможно, могли здесь заказать. Потому что здесь можно купить что-то на интернет-сайтах. То есть специально для иностранцев. Да? Сделано. Вот такая прелесть. Прелесть, прелесть. У нас еще один сюрприз для вас. Посмотрите. Это снова Ломоносовский фарфоровый завод. И это кофейный набор. Это костяной фарфор. Набор называется силуэты. И это автор формы. Это кример. Автор рисунка русаков. Здесь вид росписи деколь с элементами ручной росписи. И вот таких шесть чашечек, как вы увидите, здесь на каждой чашечке небольшие, ну, разные силуэты. Они повторяются. Вот три чашки разные. И те три другие повторяющиеся. Такое ощущение, что это, как бы, знаешь, какой-то силуэты, взятые из конца, ну, восемнадцатого века, начало, может быть, девятнадцатого века. Дамы, кавалеры, времена, наверное, Пушкина. Это фута эпоха. Мне кажется, это, ну, да, как Санкт-Петербург. Да, это Санкт-Петербург, времена Пушкина. Интересные. Очень тоненькие, очень легкие чашечки. Просто необыкновенные. Попить какой-то, ну, кофе, чёрный кофе или экспресс из таких чашек с важным удовольствием. Да, вот. И мы, конечно, опять-таки, очень порадовались, найдя их здесь. И сейчас мы покажем маркер на этой чашечке. Мы её перевернём. Вот она так маркирована. Санкт-Петербург, hand-decorated. И, по-моему, такая же маркер у нас и на блюзсе. Вот тоже мейлин ваша. У нас хипарковый зовут. Да. Вот такая красота. Да? Нам тоже очень понравилось. И очередная тарелка. Очень красивая. С изображением прекрасной дамы. Сзади неё, как вы видите, амур со стрелами. Наверное, он приметил, кого эта прекрасная дама обратила свой взгляд. Уже готов пустить стрелу. Посмотрите, здесь, конечно же, это деколь, но очень приятная тарелка. Вот с таким прекрасным сюжетом, с нежными розовыми цветочками по краям, с красивой пластикой, с ракариями, с такими небольшими. И, конечно, золото украшено. И это баварская немецкая тарелочка коррекционная. То есть, опять-таки, из неё, скорее всего, не нужно что-то кушать. Скорее всего, просто как бы украшение стола или украшение. Такие вещи можно повесить на стену. Приятные оттенки, цвета. И очень хороший сюжет нам понравился. Продолжая тему немецких тарелочек. Мы уже много раз вам показывали. И нам очень-очень нравятся вот такие тарелки немецкие. Они бывают разных фирм. В данном случае, вот здесь у нас, это фирма Херченройля. И они с различными фруктами. Бывают также с овощами. Но в данном случае, вот фрукты. Посмотрите, вот это с грушей. И с черешней. Мне кажется, это черешня. Да, черешня. Груша и черешня. А вот это тоже груша. Но здесь уже со сливами. Очень интересное такое сочетание. Цвета розовые, желтые, зеленые. Но все немножко сделано вот в этой гамме. А здесь вот уже, скорее всего, виноград и яблоко. А вот это у них ничего. Тоже виноград. Да, что-то очень такое. Но здесь так много изобразили. Даже, возможно, это два разных сорта винограда, скорее всего. А здесь яблочко с грыжовником. Красота. Очень симпатичная. И, конечно, вот еще необычное здесь изображение. Ананас и ежевика. Ананас и ежевика. Очень интересное сочетание такое. Вот это у нас здесь пять тарелочек. Они могут быть десертными, могут быть салатными. Замечательно. Еще один чайничек. Фирма Ниппон. Богато украшен золотом. Вообще Ниппон, когда мы видим предметы этой фирмы, они всегда очень богато украшены какими-то золотом, какими-то яркими такими красками. В данном случае вот яркие зеленые, синие, такие горошины на этом чайнике. Немножко, конечно, мы уже, видите, его любили, им пользовались. Но такой все равно очень нарядный такой торжественный чайничек. И вот мы сейчас вам покажем. Здесь вот фирмочка. Перевернем. Вот она. Ниппон. Ниппон. Ниппон, это, конечно, не знание. Ручка, подписка, да? Да. Вот такая красота. Нам тоже он понравился. И мы решили его приобрести. Посмотрите, какая вкусняшка. Я хочу съесть одну. А ты, Ларис? Да, я люблю землянику. Мне кажется, это земляника. Да, земляника. Или такая маленькая клубничка. Бывает такая маленькая. Ну, это она и есть. Земляничка и клубничка. Ну, что-то такое. И посмотрите, тут даже моха сделана. То есть, она лежит в корзиночке, на таком, как бы, внизу мох. Очень много красивых сладких ягодок, ну, в данном случае. Прекрасная работа. Сама корзиночка сделана с таким золотым переплетом. Это фарфор. И я не знаю, как ты думаешь, наши зрители могут догадаться, какая это фирма? Надо подумать. Надо подумать. Даем вам несколько секунд. Посмотрим, может быть, кто-то отгадает. Но в данном случае, это фирма итальянская. Мы взяла подсказку. Ну, как бы, похоже на Капетти Монте, но на самом деле это не Капетти Монте. Просто написано, что сделано в Италии. Вот видите, здесь итальянские. И такая вот керамика, фарфор такой вот очень известен в Италии, когда они делают вот такие объемные работы. В данном случае вот именно такая красивая корзиночка. Нам она понравилась. И, конечно же, тут тоже небольшой сюрприз. Та-да-да-да! Она открывается, и туда можно положить что-то, что хочешь. Даже, наверное, настоящую хумничку, да, Борис? Открыть и всех угостить. Вот такая вот интересная корзиночка. Посмотрите, дорогие друзья, нам очень она просто понравилась, эта статуэтка. Это бисквитная статуэтка. Милая девочка, такая ли девушка, с прекрасным букетом роз. Что здесь интересно, это сочетание вот такого бисквита, который вообще не прописанный, белый бисквит, и вот сочетание с розовым бисквитом. Ну, вот мы не часто такое встречаем, когда мы это увидели. Смотри, какой у нее миленький профиль, да, у этой девочки. Опять-таки, платье такое старинное, с большим бантом сзади. Декольте. Да, декольте. В общем, она просто нам понравилась, чисто визуально, и она была не очень дорогая. Мы решили ее приобрести. И вот эти цветочки, которые, надеюсь, они прям как будто кремовые, да? Так сделано очень интересно, как будто из крема. Если мы ее перевернем, то увидим, что там стоит роспись, написано Дора Ферритто, и вот такие ее инициалы. Мы еще пока ничего не обнаружили про это, поэтому, не знаю, скорее всего, это просто какая-то, возможно, даже и, ну, как сказать, эксклюзивная работа, сделанная вот именно этим мастером. На этом все, дорогие друзья. До новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok